В этом выпуске… Мы видим вот этот такой мещанский уклад жизни. Фарфоровые чайнички. Фарфоровые чайнички. Такое все мещанское. Ты не поверишь, сейчас сижу и стринг для актера выбираю. Мараем, он моет, мы опять мараем, все автомобили – это реквизит. А вот даже если вы, например, разбили автомобиль, то есть тебе задача найти пять одинаковых автомобилей? Ну, в общем, да. Ну что, себя? Хорошо. Это «Запах напал вам по утрам», шоу, где люди из киноиндустрии смотрят фильмы и разбирают их с точки зрения своих профессий. Сегодня вместе с нами художник по реквизиту и человек, который может найти любую вещь – Анеза Томченкова. Как известно, короля играет свита, если бы не было свита, не было бы короля. Также и реквизит – он играет на актера, на персонажа, чтобы мы понимали, кто он, что он и зачем он нужен. Не будь дураком, ты пойдешь в обычную школу, где тебе и место. Счастье видит. Спасибо, Женя, что ты выбрал. Не старое европейское кино. Это не я выбрал, это Анеза выбрала. А, Анеза выбрала. Спасибо. Почему мы выбрали эту сцену, Анеза? Когда зритель смотрит, мы понимаем, что как живут эти люди, кто они такие, что они из себя представляют, какие у них взаимоотношения между друг другом. И мы это все видим через вот этот созданный мир. Через мир реквизитов в том числе. Да. Через то, какие предметы у них находятся в их жилище, начиная от цветовых решений и заканчивая вообще предметами, вот всеми посудой, фотографиями. Мы видим на полке каминной, что у них фотографии сына и их семьи, и нет ни одной фотографии Гарри. И это говорит о том, как они относятся к этому мальчику. Мы видим вот этот такой мещанский уклад жизни. Это фарфоровые чайнички. Фарфоровые чайнички. Такое все мещанское. И мы понимаем через это, сквозь это, что эти люди приземленные. Они не склонны верить в волшебство. Они не склонны фантазировать, мечтать. Их фантазия заканчивается на бытовом уровне. И бытовой уровень у них очень практичный, хороший, качественный. Но в нем нет фантазии, волшебства. Такой контраст, получается, вот этот показанный. И даже, посмотри, у них вся еда, она обычно какие-то хлопья, то есть это классический английский завтрак без какой-то изюминки. Очень прочная, хорошо стоящая на ногах, крепкая, такая классическая, английская семья, лишенная полета фантазий. Это мое! Твое! Кто мог тебе написать? А вот конверты из Хогвартса, кто их придумывает, кто их делает? Тоже вы? Есть в реквизите такое понятие, как игровая полиграфия. Это все, что напечатано на бумаге, либо картоне, либо в современных материалах, таких как каракал, пленка. А в чем сложность? То есть бумагу вроде взял, на принтере напечатал, да и все. Если мы говорим там про историческое кино, да, или волшебное кино, или сказку, какую-то фантастику, это шрифты. Потом бумага бывает разного качества. Мы не можем печатать все на простом листе А4. Мы едем в магазин, изучаем бумаги разные, они разных цветов, разного качества, разного громожа. Потом еще разная бывает печать. А вот я маленькая, когда была, я помню, вот из-за Гарри Поттера я, значит, лист красила чаем, чтобы он такой желтоватый, старинный был, и поджигала краешки еще, чтобы такое было все вот себе играло. Это называется чаить. Мы чаим не только бумагу, мы чаим текстиль. Для того, чтобы белый цвет в кадре не горел, чтобы он не заполонял собой все пространство, существует такое понятие, как кинобелый. И для того, чтобы его достичь, мы чаим или кофеим бумагу и текстиль. В этой сцене Гарри получает не только письмо из Хогвартса, он получает еще простую бытовую почту для всей семьи. Нам все это нужно предусмотреть для того, чтобы создать реальную жизнь реальных людей. Не бывает, что пришло одно письмо, поэтому нам нужно придумать не только письмо из Хогвартса и его изготовить. Более того, изготовить его на дубли, потому что там сургучная печать стоит, и его вскрывают, читают, и этих писем должно быть несколько. В зависимости от того, сколько режиссер предполагает снять дубли. Вот в этой сцене приемный отец введ письмо, а значит, мы понимаем, что это дубли этого письма, и их нужно сделать много, потому что может у актера не получится порвать красиво. Ну и вообще, это дубли. Их должно быть много, несколько хотя бы. А совы в кадре это кто? Это тоже вы отвечаете находить? Да. То есть реально у вас заказ так, нам нужно 3 ложки, 5 конвертов и 17 сов, и вы бегать это все ищете? Да. А где? Трессированные совы на мосфильме. А где собрать животных? Киноживотные, есть такое понятие, они есть, они есть в больших киногородах, таких как Москва или Петербург. Есть люди, которые занимаются дрессурой разных животных специально для кино, для того, чтобы животное не боялось камеры, не боялось большого количества людей, могло выполнять какие-то команды. Более того, для того, чтобы животное снялось в кино, не нужно подготовить это животное и хозяина, и дрессировщика. Нужно выслать сценарий, ну, сцену хотя бы, в которой будет участвовать. Это животное для того, чтобы они могли подрессировать. Запах на полна по утрам. В Гарри Поттере там все чашечки, ложечки, вот ты их поставила, они работают. А как быть так, когда вот еда, они же ее постоянно едят, это же тоже нужно подобрать под персонажа, надо, чтобы он ей не траванулся. Да, да. Я когда-то отказался от рекламы Ростикса, потому что надо было котлету кусать, и мы ничего не придумали. Ну, это называется исходящий реквизит. Вся еда, которую едят в кадре или не едят, она просто стоит. Например, это фуршет какой-то, и к нему никто не притрагивается. Это еда для наполнения, для создания ощущения, что это фуршет или банкет. Но есть еда, которую едят актеры, непосредственно кладут себе в рот, жуют и глотают. И вы жарите шесть яичниц, и каждая, а все одинаковые должны быть, чтобы монтажно, по форме. Серьезно? И даже не шесть, тридцать. Это самое сложное из реквизита или нет? Нет. А что самое сложное у вас? Когда какое-то историческое кино, или что считается, что это будет трудно? Наверное, кому как, есть в нашей профессии специалисты по разным эпохам. Я больше снимаю современное кино. И я очень люблю всякие ужастики, хорроры, кровищу. Это вот прям мое любимое. Есть люди, которые снимают историческое кино или военное кино. Они разбираются в этом очень хорошо. Им не нужно дополнительно приглашать экспертов. Относительно еды, если еды немного в кадре, если она не какая-то специфическая, например, молекулярная кухня, то тогда мы справляемся сами. Если же это нечто сложное, мы приглашаем людей, фуд-стилистов, которые нам это помогают делать. Делают сложные виды исходящего реквизита. А, например, царская Россия, вот эти все явства, это же надо все знать, как тогда было, как это все выглядело. Это вот какие-то люди отдельные делают? Не всегда. Мы изучаем материал перед тем, как начать снимать кино. У нас есть период подготовки, мы, конечно, изучаем хроники или картины. А кто готовит непосредственно? Я. Ясно. И, конечно, это все на дубли нужно предусмотреть. Если актер, персонаж ест бутерброд в кадре, то нужно приготовить этих бутербродов абсолютно одинаковых на несколько дублей. Иногда бывает, что он уже держит откусанный бутерброд, поэтому просто аккуратно... Вы откусываете и выручаете. Ну, я не могу откусить это в том, но я беру нож и вырезаю откус аккуратненько и подаю актеру. В нашей профессии есть три должности. Моя должность – художник по реквизиту. И либо, как вот это было в советское время, ассистент режиссера по реквизиту. Это мы относимся к режиссерской группе. Вот в современном времени мы стали называться художником по реквизиту. В американском кино человек моей профессии называется «пропсмастер» – «мастер по реквизиту». У меня, как у художника или «пропсмастера» есть ассистент. И есть еще человек, который работает непосредственно на площадке, реквизитор на площадке. А я больше осуществляю подготовку для того, чтобы все было, что запланировано, что написано в сценарии, чтобы ничего не забыть. Когда вопросы смотреть? Шерша. То есть, смотри, вот здесь сейчас он моет вот эту бутылку грязную от молока. То есть, получается, вам нужно для дубли, не знаю, 10 бутылок грязных из-под молока. И он ее отмывает, вам отдает, вы в перерыв ее, наоборот, обратно мараете. Да. Мараем, он моет, мы опять мараем. Ну, обычно мы просто уже грязных несколько штук заготавливаем, чтобы не тратить на это время. Допустим, три штучки. И пока три дубля происходят, мы еще освободившиеся, помытые, опять мараем. Ну, и также с грязной посудой мы ее моем. Тут же в кадре бокал, например, если у нас крупный план, у нас актриса отпевает вино. У нее на губах губная помада, к примеру. Не надо против. Так. То есть, получается, вы еще все вот эти камушки, которые лежат сзади красиво разложены, за героем, это все тоже вы делаете? Мы вместе с художниками. Угу. Вместе с художниками, которые делают вот эти вот фаны, мы делаем передние планы. Всегда работаем в паре, этого не избежать. Мы всегда, и вообще со всеми художниками, с художником по костюму, с художником по гриму, для того, чтобы какие-то предметы по цвету или фактуре, ну, в основном по цвету, конечно, не совпали в какой-то момент с костюмом для того, чтобы, например, букет цветов, который несет персонаж и вот эта упаковка или сам цвет цветов не слился в какой-то момент с костюмом. И это тоже нужно всегда обсуждать и понимать. А кто занимается машинами? То есть это те, кто их вводит, они предоставляют машины? Или это все-таки тоже на вас? На нас. Все автомобили – это реквизит. А вот даже если вы, например, разбили автомобиль, то есть тебе задача найти пять одинаковых автомобилей? Ну, в общем, да. Это называется игровой транспорт. Все автомобили мы ищем, смотря для какой задачи. Вот сейчас мы смотрим отрывок из «Форсажа» и здесь трюковые сцены. И для того, чтобы такую сцену снять, нужно несколько дублей одинаковых автомобилей. Не обязательно эти автомобили – это прям реально живые машины. Это могут быть макеты. Их мы строим. Ну, мы заказываем в специальные фирмы. Нам строят автомобили. Это корпус. Чтобы разрушить. Чтобы разрушить. Да. Мы один раз скидывали машину с горы. Ага. И у нас, получается, было две машины. Одна, которая героиня ездила. А потом точно такая же, только она была модель на другой цвет. Мы ее подкрасили. То есть, ну, убитую, которую они ездили, ее уже скинули. Потому что скидывать настоящую – это как бы такое себе. Мы не всегда можем себе это позволить. Ну, и потом незачем. Ну, слушай, сейчас вот здесь танк выехал. Это танк тоже на вас? Да. Окей. Я вот тебе, как режиссер, говорю, мне нужно пять танков. Где ты их возьмешь? Возьму. А, то есть, у тебя секретные эти, да, которые сейчас нельзя говорить? Есть такая у нас с коллегами поговорка, что мы не раскрываем тайны реквизиторского дна. Где брать танки, да? Как реквизиторского дна? Да. Круто. Потому что, ну, вы даже не представляете, где мы бываем и где мы это можем иногда доставать. Нам художник-постановщик сказал на Авито, например. Авито тоже. Есть, если кроме шуток, есть склады, есть организации, с которыми мы сотрудничаем. Ну, естественно, есть Авито частным образом, но, конечно, танк на Авито сложно обрести. Поэтому есть организации, которые помогают нам. Там только военные на этих складах, там на другом складе только какая-нибудь ампирная мебель, а на третьем это что-то современное и так далее. То есть, подождите, продюсер дал деньги, вы закупили, допустим, вот вещи, а потом ему, конечно, они же уже не нужны, и они у вас остаются, получается? Ну, не всегда. По-разному это происходит. Иногда у некоторых продюсеров есть свои склады, и мы тогда пользуемся складами продакшена. И отдаете просто все назад. И потом мы отчитываемся, потому что моя профессия это не только придумывание, а это еще и осмечивание материала, осмечивание фильма. Я закладываю деньги, я просчитываю деньги на фильм. Все, что касается реквизитов. А бывает такое, что тебе говорят, вот тебе условно 10 рублей, но из них надо будет 6 вернуть. То есть, условно, отсняли с предметы, продай их куда-нибудь и верни обратно нам деньги. Я, честно говоря, принципиально не занимаюсь этим, потому что я считаю, что... Вы художник, а не торгаш. Да. И я избегаю таких обстоятельств. Я, конечно, стараюсь вести переговоры с руководством, с режиссером, с продюсерами для того, чтобы в такие ситуации не попадать. Потому что это отнимает очень много времени, именно творческого времени. Мешает созданию хорошей картинки. С режиссером почти всегда я согласовываю реквизит. Особенно важный реквизит. То, что называется игровой реквизит. Например, посредством реквизита делается шутка или какое-то важное действие. Это как в фильме «Американская ночь» у Трифо. У режиссера куча своих проблем, и там все время сбоку появляется реквизит. А какой вы хотите пистолет? Такой ли такой? Он там вот этот. И только отвернулся с другого бока. А смотрите, у нас лампочка вот так горит. Вам нравится? Он такой, да что ж, вы тут только не пристали. И каждый раз. Слушай, у меня в любом проекте, когда начинается, утром открываешь чат, у тебя тут реквизитерский 25 шапочек, из которых нужно выбрать одно. Картинки, ага. Подходит? Да, Дернер, вполне подходит. А провод? У меня один раз была история, а мне заходит жена, говорит, чем ты занимаешься? Я говорю, ты не поверишь, сейчас сижу и стринги для актера выбираю. У меня 15 вариантов стрингов. Я учился, я учился делать режиссерские приемы, я учился делать хорошие монтажные ходы. А сейчас сижу и выбираю, какие же стринги взяли. С леопардовой, либо с черными пупырышками. Вот Доретто. Твоя девчонка. Вот здесь вот в танке сейчас какие-то огоньки, какие-то там лампочки горят. Это же нет такого в настоящем танке. То есть вы специально придумываете новый мир? Да, это такая вот декорация внутри объекта движущегося. Но у нас есть такой опыт, когда мы делаем машину прослушки, например. Мы делаем столик, мы ставим мониторы, мы их запитываем, мы выводим туда изображения. Потому что есть такой еще вид реквизита контент. Это все, что на телефонах, ноутбуках, телевизорах. Все сообщения, все смс, все переписки. Это тоже вид реквизита, часть нашей работы. Мы тоже этим занимаемся. И мы вот такую декорацию делаем. Делаем лампочки горящие. Во всем этом нам, конечно, помогают специальные люди, которые помогают это строить. Выводим туда контент, и вот персонажи уже там живут в этом мире. Вот, кстати, насчет наполнения телефона. Очень часто боятся, если мы там показываем в кадре YouTube, WhatsApp, там еще что-то такое, то продюсеры всегда боятся, что им прилетит за авторские права. Как часто реквизиты переделывают? Всегда. А, то есть получается, в кино всегда вот все эти мессенджеры, в большей степени, это фальшивые мессенджеры, которые плюс-минус похожи на что-то популярное. Иногда это вообще придуманный мессенджер или придуманная какая-то история, которую мы сами изобретаем. А я, кстати, не могу это понять, почему в иностранных сериалах мы все время, допустим, эмблему Apple видим, мы же понимаем, что они не платят каждый раз просто у всех макбуки, у всех айфоны. А в русском кино мы почему-то все время вынуждены эмблему Мерседеса заклеивать. Почему это происходит? Потому что все-таки там платят. Например, если ты обратишь внимание, что Apple только у добрых людей. То есть в кино злодеи никогда не пользуются техникой Apple. Правда? Да, потому что это их одно из условий. Может, бывает, ты как бы кто-то не спрашивал разрешение, беспалево снял, а так всегда Apple это только позитивчики. Ну, это вопрос такой юридический, видимо, связанный с нашим законодательством и с продукт-плейсментом, который, это компетенция продюсеров. Запах на полна по утрам. А когда вы работаете с материалом не современным, историческим, как вы консультируетесь у кого-то или еще, чтобы не было там? Если это сказка, то, конечно, это что-то придумывается. А если нам нужно отразить эпоху, то, безусловно, мы смотрим, читаем, ищем в интернете, консультируемся. Кто может знать, мы хотим Киевская Русь. Где найти специалиста, кто нам расскажет? Если такое прям серьезное кино про Киевскую Русь, то такого консультанта приглашают для всей группы. И для режиссерской, и для творческой. Какой-нибудь Холоп, например, фильм. Вот интересно, там же реквизит, наверное, это очень интересно. Да, очень-очень, я люблю такое. Вот эти мечи, они же явно из чего-то ненастоящего сделаны. Актеров запали, все глаза себе повыбивают. Из чего сделаны оружия? Я думаю, что конкретно в этом фильме делали несколько дублей оружия, одного и того же, из разных материалов. Для непосредственно драк, это пластик был, скорее всего, и пластик, ну, поскольку он ломкий, и на драках он может сломаться. Опять же, я не утверждаю, но мне так кажется, и я бы так поступила. А чем подкрасить пластик, чтобы он смотрелся, как настоящее железо? Ну, его даже гальванировать можно. Покрыть серебром или золотом, например. Ну, металлом, металлизировать. И еще один дубль меча, например, или там сабли какой-то, настоящий, из металла, острый, красивый. Это для каких-то крупных планов, для каких-то деталей, для того, чтобы мы могли красоту этого оружия, мощь его там как-то показать. Или, например, бутылка, есть такая вещь, сахарное стекло. Это то, чем в кадре бьют всегда по лицу, по голове. А потом съедают. Ее есть нельзя. Ясно. Ну, называется просто... Она же очень такая хрупкая, потому что, помню, когда мы делали, актриса только замахивается бутылкой, у нее просто в руке эта бутылка разваливается, она еще не успевает стукнуть. К сожалению, да. Поэтому мы делаем много дублей их для того, чтобы у нас они были в наличии и чтобы хоть какой-то дубль все-таки сыграл. А вот лежит оторванная нога, допустим, человеческая. Где это берут? Кто это делает? В гримерных цехах это делает? Или это вы должны предоставить? Вот они должны лежать у нас в кино. Это реквизит. Оторванные конечности, головы, внутренности. Это все реквизит. Есть несколько мастерских, где изготавливают... Мы их называем труподелы. И у меня даже несколько имен и фамилий в телефонной книжке так и записаны. Вася труподел. Ну, просто трупы. Эти люди изготавливают из силикона и из разных других материалов. Прям человеческие тела полностью, либо части тел людей, либо животных. Также мы тесно сотрудничаем с таксидермистами, потому что нам часто очень нужны бывают чучела. Ну что? Себя? А? Себя? Как вам? Хорошо? А? А если надо какого-то, то есть даже конкретного актера сделать, то они... В общем, все это... Это отдельные художники. Это отдельные художники, просто мы с ними сотрудничаем, мы им делаем заказ. И они для нас... Вы понимаете, просто руки, ноги, черепа, голова. Да. Какие-то вещи мы фактурим сами. И умеем это делать. И когда у нас есть на это время, мы фактурим что-то. Из каких-то новых предметов мы делаем, например, какие-то старые. Дай рецепт, как сделать кровь в домашних условиях. Кровь в домашних условиях я не варю. Сама, давно уже. Понимаю, но есть очень много студентов, которые начинают свои первые короткометражки и хотят там сделать кровь. Что им делать? Крахмал, краситель, смотря что нужно от этой крови. Сейчас в продаже есть хорошая кровь, которая и отстирывается, которую можно там в рот брать. Вроде, чтобы она тепла. И даже проглотить ее можно, и она не нанесет вреда. Есть хорошая кровь, и я отстирывала даже постельное белье от крови. Нужно его всегда содержать в чистоте. И для того, чтобы актеры легли туда и не чувствовали дискомфорта. Это очень важно. Вообще чистоплотность и бережное отношение к предметам это одна из важных вещей в нашей профессии. Запах наполна по утрам. Любой декорации, какую бы мы ни создавали, очень важно понимать такую вещь, как быт. И вообще знать историю быта. История быта – это все, с чем человек соприкасается в ту или иную эпоху. И очень важно отдавать себе отчет, знать это, изучать это. И в соответствии с эпохой, в соответствии с характером фильма и персонажей этот реквизит создавать, либо привозить и откуда-то где-то арендовать, либо изготавливать. Ну, то есть получается, что мы не можем просто поставить реквизит под героя, мы должны понимать, что он с этим реквизитом делал до этой сцены и что будет делать после. Ну, то есть, например, если он открывает холодильник, там не должны быть все готовые продукты, там что-то надкусное, например, лук он не ест, а значит лук где-нибудь там в конце этого угла холодильника. В этом плане? Ну, да. В общем-то, посредством реквизита мы можем в жилище, например, какого-то персонажа. Очень много рассказать про человека. Рассказать про него, его историю, его биографию, как развивалась его жизнь и как он пришел вот в эту сегодняшнюю точку, где мы его видим в этой картине. Например, есть отличная сцена «Москва слезам не верит», когда вот Гога там пьет водку после вот этого расставания. И вот там очень классно показано его жилище холостяцкое. То есть, мы попадая туда, мы сразу понимаем про него все. Что он холостой, одинокий, мужчина, работающий, небогатый. У него даже вот окна были газетками заклеены. Это достигается и частично путем декорации, и, конечно, путем реквизита. Мы видим ту посуду, из которой он пьет. Мы видим, как газеткой застелен этот стол, об который он там рыбает. Это все создает его описание, его личность, его характера и его прошлого. Но вообще, конечно, есть предметы, которые в современном мире мы не используем уже. Вот, например, вот это, да? Как будто сковородку какую-то положили. Но эти вещи, они до сих пор существуют. Их можно найти, их можно взять и его точно так же использовать. Только, конечно же, мы не будем класть туда настоящие угли. Мы будем имитировать эти угли. Ну, во-первых, для того, чтобы не спалить декорацию. А чем имитируют угли? Ну, это крашеные камешки, подсвеченные. Мы можем положить туда диодик для того, чтобы там был огонек. Ну, придумать, чтобы это было красиво и правдоподобно. На самом деле это так классно. Могло бы не быть здесь этой грелки в этой сцене. И она бы, как будто, да, ничего не изменилась. Мы бы показали это отношение, диалог бы состоялся. Но вот эта маленькая деталь, как она и греет ножки, она ведь... Мне она показывает, что героиня беззащитная. Мы здесь показываем вот эта героиня. Она очень нежная, ей холодно. О ней нужно заботиться. Ножки греть. Спасибо большое, Анезе. Мы очень рады познакомиться. И вообще реквизиторский цех, он очень ценен для кино, потому что дает вот эту многослойность, вот эту глубину восприятия. И можно передать и характер, и атмосферу с помощью предметов в кино. Это очень важно. И классно, мне кажется, нам было об этом узнать подробнее. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова